вы на канале ми коств и сегодня мы снимаем очередную рпшку так как в прошлой рпшке мы вытащили нашего трактора под именем жаба всем понравилось название многие писали комментарии что понравилось название ну в прошлой рпшке я сказал да ребят поможешь мне соседу вы написали чтобы я помог сегодня мы едем помочь соседу я ему позвонил он сказал что надо закультивировать поле огород точнее и поехать набрать воду так что ребятишки сейчас мы будем ехать ему помогать работать так что сейчас едем цепляем культиватор я поставил свой мтз вот сюда ребятишки вот так он стоит сейчас мы будем ехать цеплять культиватор и будем сегодня помогать соседу так как он у нас можно сказать наш трактор жабу спас очень многие многие часы кто зайдет на эту рпшку посмотрите кто такая жаба жаба ребятишки это так трактор назвали который у меня бандиты хотели угнать посмотрите прошлую рпшку ссылочку оставлю на нее в описании вот эта жаба ребятишки стоит так что сейчас мы как-то цепим культиватором сначала надо внучка выгнать трактор мучок сейчас придет потому что мы будем тоже этим трактором работать сейчас мы ребятишки сядем попробуем завести этот антиквариат старый ну довольно таки он работает вот ребятишки как бы еще едет немножко грязный но это не беда думаю что он не бочечку потащить воды потому что там хотя бы еще бросился бочечку воды мы наточили так как у него есть небольшая ферма там у него он свиней держит и так что там надо вода так чтоб корм замешивать потому что говорит ведрами ну не вариант тащить через огород потому что свиньи как вы сами знаете свиньи очень много кошек так что сейчас мы вот цепляем вот такой вот культиватор и будем уже отправляться соседу возможно сосед еще попросит картошку посадить но это мои ребятишки еще не знаем так что сейчас мы цепляем культиватор вот такого на ребятишки у нас навесной так что будем отправляться уже к соседу встретимся уже у соседа как будем начинать работать так что сейчас я вот ребятишки подожду внучка пока он подойдет он тут у бабули там пока завтракает и мы будем уже отправляться с ним помогать соседу а там уже сами будете смотреть приехали мы уже вот к соседу который наш трактор охранял вот такой ребятишки у него старый зил вот такой вот бензовозик у него было или водовозик ну непонятно но последнее время он наверно масло какое-то видите тут жирное наверное возил наверно какую-то солярку или что в общем ребятишки вот так видите очень грязный конечно это уже чистый кусок металлолома возможно ему может тоже подарить какой-то старый ну какой-то подарить новый зил либо газончик бензовоз так чтобы он мог работать ничего ему конечно не скажу посмотрите ребята на эти колеса все сдутые а это мы конечно не будем его трогать просто оставим пусть может он когда-то его на металлолом взять возможно мы когда-то ему подарим так что ребятишки если вы хотите чтобы я подарил ему какой-то подарок планета этой машинки типа вот такого плана только новую пишите обязательно комментарий сейчас вот внучок приехал вот такая у него осталась бочечка как вы видите вот канистры такие вот у него еще у гаран форта ребята о это стать украинская кстати какая-то наша украинская так что ребятишки кто знает что это такое это какие-то по моему я да что не обязательно пишите комментарии так что ребятишки сейчас внучок наверно поедет за водой не как правильно это поводу и а я поеду ребятишки наверно буду культивировать ну сейчас я поеду на огородик посмотрю думаю что можно проехать вот видите вот такие у него тут свиньи гуляет свиньи не такие ручные что даже не выбегают со двора конечно не видит как вы видите тут здоровый но он их выращивает а потом в общем вот такие вот у него свинки сейчас мы заедем на огород там конечно немного у него там надо культивировать он сказал вот у него таких два огорода потому что те вот соседи уехали а он взял этот огород помните как я отобрал в аренду у него один огород закультивирован а вот эти ребятишки они уехали и не у них нет времени но газа городом заниматься они сильно хотят они нам не часто уезжает и он говорит давай мне этот огород закультивировал он что-то высаживает тоже она открывает свой потихонечку бизнес сейчас мы ребятишки попробуем пройтись краёчек если у нас получится и возможно внучка посадим пусть он работает а я ребятишки поеду по воду возможно потому что по воду я еще не ездил на том маленьком его тракторе но сейчас я вот попробую так пройтись немножечко как вы видите огород не такого сильной большой делов тут на где-то на минут 40 так что ребятишки сейчас мы обойдем вот такие вот края вот так вот хорошо получается края обойти так что вот так помогаем соседу думаю сосед будет довольно ну блин ребята он нам помог теперь мы ему помогаем вот такая вот благодарность соседу так бы нашего трактора я не знаю сейчас бы искали наверное и искали а так вот вот такого-то городе мы поможем не ребятишки не сложно тут что мы тут потратим деталь литров 40 солярки так что ребятишки нам не жалко правда наши поле ребятишки тоже уже надо сеять а вы напишите обязательно чем будем сеять в этом году потому что наверно будем сеять наверное из какого-то зерна пшеницу либо пшеницу либо ячмень так что пишите комментарии что больше сеять то что больше набирается по комментариям то и ребятишки сеем как бы обязательно как вы уже знаете что больше вам нравится кто больше пишет то и будем сеять вот так вот на края бы обошли немножко сейчас я позову внучка если он хочет попробовать если ему понравится пусть работает потому что я уже ребята за свою жизнь на культивировался тут и я поеду по воду так что сейчас если он захочет то пусть работает с удовольствием в общем ребятишки внучок решил поработать бабушкин на поле а я ребятишка поеду по воду сейчас мы вот цепили или на еще не подцепили сейчас мы заведем этого антиклариада как говорится ну ну чё и ну чё его тут уже подделал он хорошо говорит гоняет уже говорит максимально его разгонял на 60 хотя он ребятишки едет 40 у меня я не знаю как он конечно 60 на нем разгонялся но это ребятишки просто звездец как так его можно разогнать я говорю сотри что ты двигатель не положил так что все отправляемся ребятишки по воду вот видите набор ключей у него такой пусть возит возит потому что когда-то заглохнет я его потом тащить не буду хотя этот драндулет ребятишки у него не сильно такой уж тяжелый но все равно сейчас мы поедем по воду ну чё пусть пока поработает на поле так что вот так вот выезжаем ну вот я ему ребятишки смотрите давлю тапок пол и он едет там примерно ну 40 километров сиденья смотрите какой он поставил снял с москвича какого-то так что вот мы отправляемся вот смотрите с выхлопной как дым идет мы летим ну едем на максимум а я не знаю как он выжил с него 60 он еще хотел на него турбину поставить ох ребятишки сейчас мы заезжаем тут конечно не сильно такая хорошая дорога но сейчас не ехать помедленно потому что это внучка трактор и я конечно за него боюсь хотя я это я ему подарил ну как бы подарок все равно это уже его считает так что сейчас ребятишки наберем там еще надо магазин заехать по пути и купить бабушке там хлеба все такое она там заказала и мы поедем ребята по кругу короче так что сейчас вы увидите но сейчас мы где-то заедем водички наберем вы напишите в комментарии почему ты не пойму через огород спустился на ребятишки там когда я с огорода спущусь потом там нереально выехать на этом тракторе так что она это я не хочу сейчас мы сейчас мы загоним бочечку нашу загоним воду и будем набирать водичку вот такая вот бочечка набираем водички ребятишки сейчас наберем водички и уже будем отправляться магазин так как нам купить на бабуле продуктов пусть сейчас мы нажмем ребятишку там есть такая кнопка специальная все заливается водичка начал работать насосик так что мы набираем водички и уже будем скоро отправляться магазин все ребятишки залили мы водичку но я посмотрел ребятишки внучок не только что позвонил бабушкин сказал заедем заправку и заправу моего трактора потому что в баке осталось ребятишки 7 литров соляры вы представляете ребятишки 7 литров о беда наверно закончилась соляра вот это ребятишки просто беда закончилась соляра сейчас что-то будем делать конечно не знаю поехали называется одни по воду я даже не посмотрел на датчик него дачи когда мы покупали вообще не работал так что ребятишки вот так поехали по воду и закончилась соляра вот такого движняк сейчас что-то будем делать сейчас я быстренько побежу через поле к внучку возьму мтз и ребятишки мы привезем водички поедем бабуле магазин привезем уже водички ей своим трактором а потом уже за кадром при притянем этого нашего трактора домой так что сейчас посмотрим где внучок вон конечно стоит ничего не делать сейчас он получит пилюлей так как мы могли культивировать так что сейчас мы ребятишки за культивируем а он пойдет свой трактор охранять в общем сейчас как-то закультивируем и уже будем тащить этот трактор ну хоть нам главное надо привести соседу с цисерны воды так что ребятишки все приступаем вот ребятишки культивировал культивировал я ребятишки и только что мне позвонил внучок потому что он пошел в саму трактор и говорит какой-то полицейский приехал говорит у вас документов нет говорит на бочку буду бочку забирать на штрафплощадку так что ребятишки сейчас мы быстренько ставим наш трактор где-то вот поднимаем сейчас поставим соседа где-то диски отцепим и поедем посмотрим что там за полицейской приехал возможно как-то договоримся потому что у этого соседа точно нету документов на бочку потому что эта бочка еще в советском союзе была она ему как-то попалась а документов как вы ребята помните как вы знаете и уже их нету так что мы сейчас быстренько отцепляем вот культиватор и мчимся туда потому что сейчас там внучок рассеряется и тупо заверут еще и трактор так что сейчас я уже отцепляю и уже будем отправляться к нучку еду я ребятишки слышу уже какие-то полицейские вон звуки сирена играет что-то наверно ну чё там пытается делать а вот они ему ребятишки перекрыли перекрыли путь сейчас мы что-то будем решать так что вот видите они ему перекрыли путь вот такая вот пятнашка я даже и он никогда не видел себе как она его нашла наверно патрулировали и увидели внучка потому что бочка незаконно сейчас как-то ребятишки порешаем этот вопрос так что ребятишки сейчас будем решать этот вопрос все ребятишки короче мы решили вот полиция уже будет уезжать все-таки заплатили мы ребятишки 100 долларов потому что у нас незаконно так как ребята патрулируют и могут для протокола хоть какое-то там предъявить начальнику так что мы дали 100 долларов так чтобы не забирали бочку потому что такие проблемы потом ехать забирать будет эту бочку еще хотели трактор забрать так что вот такая вот ребятишки рпшка получилось сейчас мы этот трактор притянем домой поедем уже заказом за культивируем соседу тот огородик так что вот так видите полицейские хотели сегодня забрать а что вот такого нас сегодня получился неудачный день но ничего хорошо что получил хорошо что полицейский был очень добрый так быстренько мы с ним договорились сейчас он там пакует все разные документики нам протокол составляет типа там что без документов ездили на то такое мы заплатим потом это не проблемка что ребята кому такая понравилась рпшка с полиция ставьте лайкосики если хотите еще рпшки с полиции обязательно пишите в комментарии всем спасибо за рпшку обязательно ребятишки притащим эту бочку вам следующие рпшки покажу чтобы не написали комментарии чтобы я оставлю эту бочку здесь так что все ребятишки всем спасибо за просмотр всем пока пока